Всем большой привет! Сегодня мы нарисуем пейзаж гуаши. Это будет маковое поле. Итак, давайте возьмем белый цвет, смешаем синим и сразу отделим небо от поля. Тут не совсем маковое, здесь просто поле с цветами. Мак у нас появляется местами, вырос. Итак, здесь небо примерно вот посюда мы его закрашиваем. Можно кисточку побольше взять, будет удобнее. По краям я приклеила вот этот малярный скотч. Опять-таки повторюсь, то что у меня смотрят, наверное, там периодически какие-то новые зрители. Сперва я приклеиваю малярный скотч к руке, потом на бумагу, потому что если его сразу приклеить на бумагу, его сложно будет снимать. То есть он слой бумаги отклеит один. Таким образом мы закрасили небо. Я сейчас немножко сверху потемнее сделаю. То есть бумаги размешиваю такой. Можно немножко капельку фиолетового сюда добавить. Хорошо краска вымешалась. И теперь вот здесь вот кисточки падают. Сейчас надо будет их поднять. Такой переход. Почти что плавный получился. Хочется еще немножко прям сверху потемнее сделать более такой насыщенный цвет. Так, небо в принципе готово. Облака мы по верху сделаем. Теперь нижнюю часть мы закрасим. Я зеленый смешаю с охрой и пока что одной плашкой все надо сделать. Итак, берем кисточку вот хорошо надо вымыть. Охру и зеленый цвет. Немножко добавляем. Вот у меня такой цвет получается. И закрашиваю им нижнюю часть. То есть до линии вот этой голубой все. Можно закрасить. Можно сделать даже потемнее чуть-чуть. Вот я сейчас вижу, да, что не хватает цвета. Давайте вот еще больше зеленого возьмем. Тона не хватает, да? То есть хочется сделать потемнее. Аккуратно вот так вот закрашиваем. Нужно подождать, чтобы это вот эти два слоя просохли. Пока можно сходить поменять водичку и потом приступим. Итак, у меня немножко уже подсохло небо. Я могу поверх сделать немного облака. Берем белый цвет и вот аккуратненько Сделаем несколько таких облачков. То есть у них по форме небольшие. Вот здесь маленькие, да, можно сделать. Точечки так. Малооблачно. Назовем это так. И здесь, да, вот оно выходит за край бумаги, да, форматом. Такое небольшое облако. Нарисуем. В принципе, у облаков, я думаю, достаточно. Тут может немножечко такой вот маленькая-маленькая, такой полупрозрачная у нас получилась. Пусть подсыхает белый цвет, да, потом можно по насыщеннее облака сделать. Дальше нам нужно рисовать зелень. Поэтому я возьму кисточку вот такую. Это у меня двойка. Не нужно смешать. То есть будем рисовать зеленым светлее, чем вот эта трава. То есть в этот зеленый можно добавить белый, да, и желтый, например. Желтый цвет. И вот я. То есть цвет такой яркий, светлый получается. Аккуратненько сейчас мы будем рисовать. Вот. Но я смотрю, что недостаточно. Можно еще больше белого сюда добавить, чтобы было так значительно... Контраст больше, да, был посветлее. То есть вот такие вот майки, да, тут будут. Бутоны, да, вот такие вот. Они покрупнее. Здесь вот такие, как цветочки, да. Это уже которые не бутоны, а здесь семена у них. И вот. Нарисуем их здесь побольше. Можно более тонкую кисточку, конечно, взять, да. Будет гораздо аккуратнее смотреться. Буду стараться вот этой потоньше. Вот от такого плана, да, можно какие-то растения добавлять. Так мазками аккуратненько. Вон бутончики. Вот растения, да, там разные. Подпечатками я вот буквально кисточки, да, их делаю. Вот здесь давайте добавим. Так. Побольше вот этого теплое пространство. Заполнить вот такой вот зеленью. Здесь вот. Пока что я остановлюсь. И вот давайте сделаем красным цветом. Прям из банки можно взять цвет. Вот такие вот бутончики. Уже распустившиеся, да. То есть. Добавим сюда их. Вот здесь. Где-то побольше, да. Где-то поменьше. Вот так. По всему зеленому полю. Где-то подальше, да. Они будут мелкими такими точечками, да. далеки то есть группами примерно вот так вот и теперь давайте затемним немножко вот можно черного взять капельку вот сюда не на всех да характерно узнаваемо для маков потом здесь есть такие интересные растения уже с белыми цветами они прям на переднем плане примерно так идут сюда ромашки не ромашки тут беленькие у них цветочки поставим отпечатками вот и собственно нужно сейчас взять тоненькую кисточку и рисовать вот все вот эти вот на переднем плане мелкие травинки чем аккуратнее это все прорисовать тем будет интереснее смотреться в принципе вот рисунок да аккуратненько вот мак растет травинки делаем да там как бы тоже все-таки такая поверхность будет рваная аккуратненько поэтому краю да и тоже прохожусь каким-то образом можно здесь еще добавить вот такое растение да с белыми цветами то есть она на переднем плане высокая да сюда найдет вот действовать его добавим и . такие вот белые цветы на нем немножко будет разбавлять да поле потрясающе немножко травинки это кисточка у меня кстати 0 в основном передний план да тут прорисован можно немножко теперь таких троинок потемнее да для контраста давайте добавим по этой до штуки пройдемся по этой до штуки пройдемся темно-зеленым да темно-зеленым да темно-зеленым да так Поконтрастнее давайте это вот растение сделаем. С этой стороны тоже, да, с кисточкой покрупнее, да, можно вот добавить немножко пятнышками, да, потемнее, сейчас уже заключительный этап у меня, немножко красный поярче, да, пройдемся, батончики, твой кидам еще один слой поверх, чтобы они как бы поярче немножко лежали, и на облака еще один слой давайте. Таким образом, просто касаниями, да, я вот сверху. Ну, собственно, все, сейчас отклеим вот такой простой летний пейзажик. Вот такая совсем несложная летняя открыточка получилась, на этом у меня все, не забывайте подписываться, до новых встреч и всем пока-пока!